Ну, хорошо. Смотри, что меня смущает в твоем подходе. То есть ты разделила экран пополам. Ну, то есть тут, конечно, к эстетике много вопросов, да? Вот у тебя даже ты как бы разделила пополам, но при этом не совсем ровно пополам. И зачем-то двумя линиями, а на самом деле тремя, потому что между двумя черными еще одна белая, хотя, ну, хватило бы одной. Хотя на самом деле тут ни одной не надо, потому что у тебя тут так, расстоянием и тем, что эти выровнены с этими, а эти с этими, все отделяется. То есть очень много всяких декораций. Но само вот это разделение на две части, это, наверное, чаще всего не очень удачный вообще подход к верстке. Почему? Потому что, ну, снова я, извините, что-то мне в прошлом разборе Windows 95 пришел в голову, а сейчас Norton Commander. Следующий пример. Я не знаю вообще, кто-нибудь из вас помнит такие вещи. Да-да-да, все это. Вот, вот это тоже пример интерфейса, да, где разделено пополам. Почему здесь разделено пополам? Потому что здесь слева и справа одинаково устроенные панели, просто с помощью которых ты там можешь в разные какие-то папки или как директории, как тогда это называлось, заходить и между ними как-то из одной в другую копировать или там сравнивать или еще какие-то штуки делать. То есть это у тебя однородные элементы, поэтому они одинаково расположены на экране, и ты между ними там что-то делаешь. В твоем случае у тебя это совершенно разные сценарии, а при этом ты вот так поделила, и когда я захожу, я не понимаю, собственно, куда мне смотреть. То есть если ты хочешь, чтобы я прям сделал этот выбор сейчас, то тебе нужно явно передо мной этот выбор как бы объявить. И тогда тебе не нужно мне рассказывать про гарантии, все такое, а ты можешь у меня спросить, типа там новый ты клиент или ты хочешь через профиль Яндекса. Тогда ты обнаружишь, что это довольно странный вопрос, потому что я могу не знать на него ответа. То есть я зашел на какой-нибудь сайт там купить дрель, условно говоря, и вот я помню, может я на нем три года назад покупал себе какую-нибудь там отвертку, а может быть нет. Для меня эти все сайты одинаковые, мне просто первое попавшееся что-то Яндекс выдал, я пошел там посмотрел цену, устраивает, хочу заказать. Новый я клиент, не новый, я вообще понятия не имею. Поэтому ты лучше спроси у меня, что ты хочешь знать, а дальше уже открой мне то, что я хочу получить. А сейчас получается, ну передо мной вот эти две стороны и куча полей, я просто не знаю, за что хвататься. Мне кажется, что имеет смысл здесь все-таки выбрать какой-то из этих вариантов как основной. Вот как мы обсуждали там чуть выше про эти физлиц и юрлиц, да, что там имеет смысл считать по-молчанию, что все это просто обычные люди, а уж если там кто-то хочет там оплатить от имени организации, то это там какой-то запасной сценарий. Так же у тебя, ты можешь всегда показывать свою обычную форму, но если к тебе зашел человек, у которого там есть этот профиль в Яндексе, мне кажется, это меньшинство людей вообще про такое знает. То есть я, например, пока эта форма мне не попалась, я вообще не знал, что такое бывает. Я не знаю, не помню вот так с ходу ни одного интернет-магазина, где бы мне такое попадалось. Ну, наверное, что-то такое есть. То есть явно это, ну, не равноценный сценарий вот этому. Ну, так и сделай ты какую-нибудь кнопочку просто в углу, там, типа вход через Яндекс, что-то такое. Если кто-то знает, ну, нажмет, увидит там логотип знакомый. Кто не знает, это тому не помешает. Вот. Ну, а дальше про саму форму, она у тебя выглядит довольно отталкивающе просто из-за количества всяких элементов. То есть ты хочешь человеку продать дрель или что-то там ему хочешь продать, не знаю. И ты говоришь, ну, я, конечно, возьму с тебя 2487 рублей, но только если ты заполнишь аж вон сколько всего. Может быть, это все нужно, да, но ощущение, что прям очень много, индекс какой-то, ну, нафига тебе мой почтовый индекс сейчас. Вот тут надо подумать, как упростить. Ну, и за счет чего можно сделать? Ну, там, может быть, убрать даже вот эти заголовки, да, просто что они дают? Вот мои данные. В принципе, ничего слова не значат. Просто убрать уже легче. Там, адрес, окей, может быть, адрес можно как-нибудь там одной строкой получить. Как вот мы на прошлом занятии там это поле ввода адреса разбирали. Как-нибудь оно там автозаполняется, помогает тебе дописать в себя недостающие какие-то части, там, номер дома или что тебе надо. Но это типа одно поле. Имя, фамилия. Вот разделять на два поля. Надо ли тебе? То есть понятно, что есть какие-то задачи, где тебе прям четко надо, не запутаться. Если это какое-нибудь заявление на визу или там на выдачу загранпаспорта, конечно, там все супер четко нужно разделить. А если это покупка в интернет-магазине? Ну, нельзя, чтобы у меня было просто имя и фамилия. Какая разница? Кто-то напишет Иван Петров, кто-то напишет Петров Иван. Ну и ладно. Гарантия. Но вот тут у тебя эта штука стала заголовком. Видишь, у тебя тут исчезли лейблы слева. Да. Ну и эта штука вся растянулась в высоту. Если бы у тебя слово гарантия стояло вот здесь, то, естественно, она бы загоняла. У тебя бы штука стала компактнее. Ага. Тут у тебя написано дополнительный год гарантии. Но слово гарантия лишнее, да? У тебя же уже гарантия это заголовок группы. Значит, просто дополнительный год. Короче. А вместо дополнительный, огромное слово дополнительный, целиком заменяется на один знак плюс. Пишешь там плюс год, там плюс 1200 рублей. Ну, можно второй раз плюс не писать. Но, кстати, плюс год, может быть, просто написать два года. Кстати, стандартная это такая. То есть, видишь, у тебя тут проблемы с информативностью. Можете написать типа один год или там два года. Плюс 1200 рублей. Короче, и при этом в сто раз больше информации. Способ доставки. Способ слова лишнее. У нас его, конечно, нет в списке стоп-слов, надо внести. Но слово способ всегда убирается без ущерба для смысла. Способ доставки это доставка. Способ оплаты это оплата. Просто вот пишешь тут доставка. Там в пункт выдачи или фирменным транспортом, чтобы это не значило. Оплата. переводом, картой, наличными, там еще как-то. Хоп, у тебя там все это поджалось. Окей. Ну вот, такой какой-то тебе совет. Спасибо. Удачи, да. Пожалуйста, Антон. Продолжение следует...